Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь Арт-кафе. Господин Ветер и с вами я, Алексей Витаков. Мы получили массу писем и массу звонков. И мы с большим удовольствием вновь пригласили в Арт-кафе Дмитрия Богданова и Сергея Деревянко. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня решили поговорить о Викторе Семеновиче Берковском. Очень хорошая тема. Дима, вам слово. А я думаю, что правильно было бы нам сразу посмотреть на живого Берковского. Уже 10 лет его нет с нами. Последние годы, при плохом здоровье, он не очень выезжал на Пущинский фестиваль. Но в 80-е годы, по-моему, каждый год приезжали. И пели там в разных составах с разными ансамблями. Есть профессиональная съемка домашнего концерта. И начинается эта съемка. И каждое наше выступление с Берковским многие годы, в том числе и на сцене Пущинского фестиваля, начиналось с песни на стихе Булата Акуджавы «Божественная суббота» или история о том, как нам, Зиновием Гертом, в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Такое длинное, но очень располагающее название, соответствующее и духу Пущинского фестиваля, и нашему здесь неспешному разговору в этом кафе. Мы глоток от дома и работы, укрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц, ни жня. Нас не коснутся зяна до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз На этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом Божественной субботы нам терпим вкусно. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Уже готовит старость свой непременный суд, А много ли нам досталось за жизнь таких минут На пушном карнавале торжественных невзгод. Мы что-то не встречаем божественных слов. И руль, мой друг, сердежный, сдаваться не спеши, Пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободы, кто знает, сколько раз Еще такой субботы, еще такой субботы, Божественной субботы наш века дарит нас. Итак, прозвучала песня Виктора Берковского в исполнении автора. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Дмитрий Богданов и Сергей Деревянко. Вот, может быть, несколько слов Виктору Семеновичу о биографии. Поскольку у нас под заголовок парад ансамблей, то Виктор Берковский очень правильная фигура именно в этом контексте. Он всегда писал песни для какого-то совместного исполнения, не всегда сольного, даже почти всегда не сольного. Он очень чувствовал гармонию, при этом не имея никакого музыкального образования. Ведь все первые успехи ансамбля Сергея Никитина, знаменитый ансамбль физфака МГУ, они были основаны на песнях Берковского. Половина репертуара этого ансамбля были песни Берковского. И когда Берковский захотел уже сам выступать, он же почти не пел. Пели другие люди его песни. А тут он как-то приободрился, благодаря Сергею Татьяне Никитиным, стал немножко выступать сам, и решил создать собственный ансамбль. Тогда он пригласил Галину Бочкину и Дмитрия Дихтера, и пару или тройку лет этот ансамбль просуществовал. Но потом у Дмитрия Дихтера возникли обстоятельства, связанные с его собственными творческими планами, и я встал как бы на его место. И долгое время мы выступали таким ансамблем, Галя Бочкина, я и маэстро Берковский. Потом Галина уехала, вместе сможем жить за границу, и мы остались вдвоем, и 20 лет мы вместе вдвоем пели. Но, правда, последние 5 лет мы пели уже не только вдвоем, но и в 12-ром поначалу. Это полный состав первого призыва проекта «Песни нашего века», который возник тоже благодаря тому, что мы с Берковским расстались на какое-то время. Я работал в Америке, а ему нужно было выступить на вечере Висбора. И у него поддержки не было, и он сам забрал хор Барда вместо меня. Так появился проект «Песни нашего века», скромно заявил я. Поэтому вот, если говорить о Берковском, то это всегда какой-то ансамблевый пень. Он сам всегда придумывал какие-то дополнительные вокализы, голоса. А Берковский – это же автор, которого, мне кажется, поют больше, чем какого-либо другого. И при этом не знает. И не знает. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что знаменитая песня под музыку Вивальди, которую аранжировала Поль Мариа, оркестр Поль Мариа, ведь была тоже написана в соавторстве с Виктором Берковским, но об этом страна не знает. А Гренаду тоже знают. А вот Гренаду пели, я тебе другую песню напомню. Мы все в Подворотнях пели, с маленькими пацанами пели «Лошади в океане» на Стиве Слуцкого. Вот это точно никто не знал, что музыка Берковского. А песня была крайне популярна. А вот твоя любимая его песня? Ну, у меня есть две, я бы сказал, любимых песни. Одну давайте я сейчас спою, а вторую не стану петь, потому что там без ансамбля делать нечего. Это о чем речь идет? Речь идет о песне на стихии «Юный море» – «Снегопад». Там Берковский сам придумал полифонию «Рождение новых голосов». Ну, спой, вот свою любимую. А еще одна тоже замечательная, совершенно великая песня на стихе была «Таку Джава». Круглые у радости глаза И велики у страха И пять морщинок На челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирюжок, Но заиграли баха, И все затихло, Улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, Едва сыграли баха. Когда бы не было надежд На черта белый свет, К чему вино, кино, пшенок, Квитанции госстраха, И вам ботинки, Первый сорт, которым сносу нет. Не все ли равно, Какой земли касаются подошвы, Не все ли равно, Какой улов из волн несет рыбак, Не все ли равно вернешься ли цел, Или в бою падешь ты, И руку кто подаст в беде, Товарищ или враг. Но чтобы было все не так, Чтоб все иначе было, Наверно, именно затем, Наверно, потому Играет будничный оркестр, Привычно и в полсилы, И мы так просто и легко Все тянемся к нему. Ах, музыкант мой, Музыкант, играешь, Да не знаешь, Что нет печальных и больных, И виноватых нет, Когда в прокуренных руках Так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант мой, Музыкант, Черешневый кларнет. Ах, музыкант мой, Музыкант, Черешневый кларнет. Дмитрий Богданов и Сергей Девьянко. Но вопрос сразу. Дима, ты с Виктором Семеновичем 20 лет выступал, да? 25. 25, да. Ты моложе его намного было. Как у вас выстраивались Свои отношения? Был ли сварлив старик? Я об этом написал в книжке, Небольшой эссе. Вышла книжка Уже после смерти Виктора Семеновича. Я выбрал песню, она называется. И там собраны все, Ну, практически все песни Берковского. И воспоминания о нем. Вот я там написал свое воспоминание. Мы же были действительно моложе, И Галя, и я. И мы были с ним на вы. А он такой, ну, все-таки Немножко такой сиборит, Такой вот человек, Любящий какое-то вальяжное состояние. И поэтому он, ну, как на вы? Ну, с нами на ты. Но чтобы как-то это все Переходило в Степ, в небольшой, Это была такая у него кличка, Маэстро. Мы обращались на маэстро. И это как-то сразу понижало Вот эту разницу, ты-вы, да? Когда ирония есть. Ну, да, когда появилась Небольшая ирония, И сразу как-то это... Ну, у него как с юмором-то было. Нет, с юмором у него было все в порядке. Он был очень и думающий, И понимающий, и веселый человек. И удивительно, что у него было Безумное количество друзей. Безумное. Вот столько друзей, Сколько у Берковского, Я ни у кого не наблюдал. Причем эти все друзья на уровне, Родственников. Вот мы приезжаем в какой-нибудь город, И уже поезд только прибывает к платформе, Все местные организаторы, Которые нас пригласили, Они уже там где-то в стороне, Потому что перед ними стоит толпа Родственников Берковского. На самом деле, они никакие не родственники, Это просто какие-то друзья, С которыми он где-то учился, Где-то там был в аспирантуре, Или работал на комфтзаводе. То есть, он притягивал людей в свою орбиту, Прямо вот таким каким-то жутким магнетизмом. И все, они завязали, И как кролики на удаву на него смотрели, И в рот в нем. Такое удивительное свойство было у человека. Я предлагаю еще послушать песню. На передаче о Берковском, Я как-то сказал, что песни у него разные. Есть такие, которые хочется подпевать, Ну, там песенка о собачке Тяби, Или вот прозвучавшая песня о Куджаве, Их хочется подпевать, Они быстро в подкорку садятся. А есть такие полотна, Которые спеть трудно. Для этого нужны какие-то, Какая-то музыкальная поддержка, Музыкальное образование, Что-то вот, вокальные данные. И такие произведения он создавал. Он интерпретировал поэзию. Для этого нужны были средства более мощные, Чем просто куплетная форма, Там запев, припев. Вот я сейчас попробую Из этого ряда песен Берковского Вспомнить такое произведение, Называется «Кинематограф». Это два стихотворения Давида Самойлова, Два стихотворения Юрия Литанского, извините, Виктор Берковский соединил в одно, И получилось такое вот полотно, Его видение этой книжки Самойлова, Книжки Левитанского, Чего-то я все время и говорю, Не случайно, потому что они были близкие друзья. Кинематограф Юрий Левитанский. Это город, еще рано, Полусумрак, полусвет, А потом на крышах солнце, А на стенах еще нет, А потом в стене внезапно Загорается окно, Возникает звук рояля, Начинается кино. И очнулся, и качнулся, Завертелся шар земной, Ах, механик, ради Бога, Что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, Это светополоса, Заставляют меня плакать И смеяться два часа, Быть участником событий, Пить, любить, Идти на дно. Жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино, Кем написан был сценарий, Что за странный фантазер, Этот равно гениальный И безумный режиссер, Как свободно он монтирует Различные куски Ликования и отчаяния, Веселья и тоски, А потом придут оттенки, А потом полутона, То уменье, То свобода, Что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость Тоже станет в некий час Детством первыми шагами Тех, что будут после нас Жить, участвовать в событиях, Бить, любить, Идти на дно. Жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино. Но в великой Этой драме Я со всеми Наравне Тоже в сущности Играю Роль доставшуюся Мне. Даже если Где-то с краю Перед камерой Мирой сдаю Даже тем, Что не играю Я играю Роль Свою Все проходит В этом мире Снег сменяется дождем Все проходит Все проходит Мы пришли И мы уйдем Все проходит И уходит В никуда Из ничего Все проходит Но бесследно Не проходит Ничего Потому что В этой драме Будь ты шут Или король Дважды роли Не играют Только раз Играют роль И над собственной Ролью Плачу я И хохочу По возможности Достойно Да и играть Своё хочу Ведь не мелкую Монетой Жизнью собственной Плачу И за то, Что горько Плачу И за то, Что хохочу Ах, как трудно Как прекрасно Пить, любить И идти на дно Жизнь моя Кинематограф Черно-белое Кино Здорово Дима, а у тебя есть любимые твои фестивали? Куда тебе хотелось бы всё время возвращаться? Вот то пространство, где тебе уютно, комфортно Да, их два Пущинский и Платформа Дело в том, что Платформа – это такой горизонтальный фестиваль, который соединяет много разных творческих проектов В том числе и Пущинский фестиваль Тут скорее Дмитрий, вот он один из создателей платформы, как фестиваля Не столько создатель, сколько сочувствующий, но против довольно активный участник процесса Но про Пущинский фестиваль я не случайно сказал, потому что я уж очень люблю вот это вот музицирование совместное, когда не просто один под гитару Хотя это тоже иногда хочется Как джем возникает сам собой Когда возникают музыканты, с которыми интересно пообщаться И с Берковским, когда мы приезжали на Пущинский фестиваль, то это всегда было такое Надо было выбрать музыкантов каких-то, с кем бы поиграть Ну там бывают и джемы, а на концерте всё-таки Виктор Семенович, он был строком Он нужно обязательно репетировать, он не любил уж совсем неожиданных импровизаций То есть они все должны быть, но они могут быть, но они должны быть подготовлены И вот однажды мы приехали в Пущинский фестиваль с замечательным коллективом Мы как раз тогда только записали детскую пластинку Но пели мы не только детские песни в этом коллективе Мы с Виктором Семеновичем были уже не вдвоем А при поддержке Лиды Чебоксаровой, Жени Быкова И потрясающего джазового музыканта Виталия Соломонова Это один из самых знаменитых контрбасистов Он играет в оркестре Бутмана и со всякими великими джазовыми музыкантами И вот у нас был совершенно потрясающий концерт Когда все пришли на концерт, была очень хорошая погода А хорошая погода в Пущино это провальные концерты Потому что все сидят на берегу Шашлык, туда-сюда И когда добредают до концерта То уже бывают разные совершенно состояния, ощущения И вот в этих разных ощущениях мы дали умопомрачительный концерт Очень веселый Ну, правда, публика тоже была довольно подготовленная И все понимали друг друга Вот этот концерт не очень запомнился А вот Берковский был согласен с Акуджавой Когда тот сказал, что авторская песня умерла? Да нет, ну он, конечно, не был Но Акуджава это тоже такое не догматическое заявление А полемическое Ну, эмоциональное, скорее Эмоциональное, да Вот та авторская песня, к которой он привык Которая создавалась, условно говоря, на кухнях Она действительно для Акуджавы как бы умерла Ну, а для Берковского авторская песня всегда была в развитии Мне кажется, она только появилась Когда появились сцены Собственно, Пущинский фестиваль Это же как раз фестиваль ансамблей Когда авторская песня Она в таких прекрасных аранжировках музыкальных Это развитие авторской песни Как раз Берковский был на пути Вот такого развития Сторонником Ну, во-первых, он экспериментатор Он там разные Он много разной музыки слушал Его родители водили и в музыкальный театр И на симфонические концерты Он был очень чуток на музыку Может быть, у него не было такого образования музыкального Какое требовалось Но чутье внутри, в голове он И в животе, я бы сказал Очень ощущал А вот музыка была прямо изнутри исходила И когда он начинал всякие эксперименты Блюзовые или какие-нибудь джазовые интонации вносить То апологеты жанра кричали Нет, нам такого не надо А, то есть было и к нему Ну как же Это знаменитая история За чистоту жанра Да, знаменитая история Как другой великий, замечательный бард И тоже большой экспериментатор, надо сказать По части музыкальных решений Это Александр Андреевич Дулов Наш базовский композитор Он предлагал исключить Берковского из КСП За слишком блюзовой интонацией Вот так вот, да Ребят, осталось совсем немного времени Буквально на одну песню Я хочу поблагодарить Пущинский фестиваль отдельно За такую прекрасную встречу Ну давайте тогда мы завершим такой песней Она, правда, довольно коротенькая Но очень соответствующая и Пущинскому фестивалю И вообще всему этому фестивальному движению Когда-то Берковский ее написал на стихи Давида Самойлова И мы потом ее разъезжали по всем фестивалям И посвящали всем фестивалям Давайте посвятим эту песню сейчас Основателю Пущинского фестиваля Олегу Чумаченко Прекрасно, да И Любе Чумаченко И всех их детей, которых они притаскивают Всем детям, которых они притаскивают на этот фестиваль И которые дорогу в жизнь дают Называется это произведение Шуберт Франц Шуберт Франц не сочиняет Шуберт Франц не сочиняет Запоется, запоет Он себя не подчиняет Он себя не продает Шуберт Франц не сочиняет Шуберт Франц не сочиняет Запоется, запоет Он себя не подчиняет Он себя не продает Не кричит о нем газета И молчит о нем печать Жалко Шуберту, что это Может тоже огорчать Знает Франц, что он кургузы И развязности лишен И, наверное, рядом с музой Он немножечко смешен Шуберт Франц не сочиняет Шуберт Франц не сочиняет Запоется, запоет Он себя не подчиняет Он себя не продает Шуберт Франц не сочиняет Шуберт Франц не сочиняет Запоется, запоет Он себя не подчиняет Он себя не продает Жаль, что дорог каждый таллер, жаль, что в доме не уют Впрочем, это все детали, жаль, что песен не поют Но печали неуместны, и тоска не для него Был бы голос, ну а песни запоются ничего Ну а я сейчас расплачусь, потому что надо прощаться Ребят, огромное вам спасибо Я напоминаю, Дмитрий Богданов и Сергей Деревенко Сегодня посетили арт-кафе «Господин Ветер» Спасибо и вам, дорогие телезрители, за то, что вы с нами За то, что вы верны нам До новых встреч С вами был Алексей Витаков, ну и храни вас Бог